Чупакабра, пресловутый козий сосун из Мексики, одно из самых известных вампирических существ. Первая запись о встрече со зверем была сделана губернатором Новой Галисии в апреле 1540 года. Он описал одного из них, как маленького человечка с темной чешуйчатой кожей, который нес факел и копье. Также сообщалось, что существо было отличным прыгуном и за один прыжок могло преодолеть большое расстояние. С течением времени, описание Чупакабры изменилось, и каждая из них сильно варьируется от лесоподобного животного с крыльями летучей мыши, глазами кошки и синей кожи до тучного четвероногого, похожего на собаку без кожи. Также бытует мнение, что Чупакабра, кровососущее существо, похожее на собаку или койота, часто покрытое шипами. Также многие свидетельства указывали на наличие в Чупакабре черт кенгуру, летучей мыши, рептилии и насекомого. Согласно легенде, Чупакабра убивает животных, преимущественно коз, и высасывает у них кровь. До сих пор все известные жертвы Чупакабры были домашними животными, цыплята, коровы, овцы и козы. Чупакабра использует свою удивительную скрытность, чтобы подобраться к животному, застав его врасплох и убивая быстро, так что оно не успевает поднять тревогу. Утром тушку животного находят с маленькими укусами на теле и полностью обескровленной, без единой капли вокруг. Интересно, что в 2000 году туристы и другие увлеченные природой люди, заявляли, что ночью видели Чупакабру в своих палаточных лагерях, а когда проснулись на утро, обнаружили, что их бутылки с водой были украдены. Этому существу, и без того пропитанному фольклором и окруженному тайны, также приписываются другие сверхъестественные силы, полное отсутствие следов или запахов, а также способность оборачиваться стариком, или то, что его невозможно сфотографировать или поймать в ловушку. К счастью, все мифы и истории, окружающие это кровожадное существо, говорят, что Чупакабра боится людей и убегает при малейшей возможности. Тем не менее, достоверных научных сведений, подтверждающих существование Чупакабры, нет. В научных учреждениях некоторых стран ведутся исследования на основе раздобытых следов, оставленных предположительно этим существом. Чупакабра часто становится героем художественных фильмов, сериалов, книг и мультфильмов. СМИ периодически распространяют свидетельства очевидцев, якобы видевших Чупакабру, поступающие из различных регионов. Зачастую за Чупакабру принимают животных, собак, койотов, лисиц, шакалов, свиней, видоизмененных в результате болезней или мутаций. Продолжение следует...